Большое спасибо, Георгий! Руки подавать нельзя тем, кто замалчивает сегодня главные темы из кабинетов руководителей телевидения или из кабинетов Старой площади. Три вещи скажу. Лгут те, кто говорят, что пенсионеры будут хорошо у нас жить вот после этой новой пенсии в 60 с лишним лет. Мы хорошо с вами знаем, что не будет ни пенсии, ни работы. Сейчас после 40 лет никуда не устроишься на квалифицированную работу, а неквалифицированные места заняты мигрантами. Второе. Чудовищная ложь произносится теми, кто говорит, что в стране нет денег. 5 триллионов рублей в год будет давать эта несчастная пенсионная реформа. А 2 триллиона разворуются. Об этом Кудрин сказал сам несколько дней назад. Доходы, сверхдоходы олигархов должны облагаться драконовскими налогами. И пусть они пищат и визжат. Мы с вами знаем, мы с вами знаем, что кошка прекрасно представляет себе, чье мясо съела. Та собственность, которая оказалась в руках у олигархов, оказалась у них нравственно нелегитимна совершенно. Они себя считают хозяевами жизни, а на самом деле они ничтожество. Вот весь этот список Форбс, это жалкие ничтожества, боящиеся, трусливые, потому что знают, что неправые. И поэтому нужно сегодня и их доходы, и предметы роскоши, и нефтяные доходы, и газовые доходы все обращать на пользу народа. Не только через налоги, а через то, чтобы вообще доходы от данного нам, Богом, богатства сырья никогда не шли в частные руки. Не должны они быть в частных руках. Они должны пускаться все на наши общенародные нужды, ну и на средние зарплаты в этой отрасли, и на развитие отрасли. Все остальное не их, а наше, потому что эти богатства дал этим людям не совет олигархов, а Господь. Кто-то скажет природа из наших левых друзей. Третье, что хотелось бы сказать, никакого у нас не будет достойного грядущего, пока существует система ростовщического антисоциального капитализма в России. Здесь правая и левая, эта система не имеет отношения ни к левой России, Советскому Союзу, ни к правой России, но революционной. Она навязана нам нашими историческими врагами с Запада. Мы по этой системе всегда проиграем. Ростовщический капитализм – это самоубийство России. Нам нужно помечтать, по крайней мере, о новой конституции без капитализма. Мы соблюдаем нынешнюю конституцию, мы не призываем никакому экстремизму, но мы должны мирным и законным способом добиться того, чтобы у нас была конституция без капитализма западного образца. Я не уверен, что нам нужны революции, ими всегда пользовались, к сожалению, наши враги, но нам нужно добиться того, чтобы власть была принуждена к диалогу с народом. У нас есть маленькая организация – Совет про православную и патриотическую общественность. Вот что мы сказали в ее тексте. Все, что делается и решается в тайне от народа, порочно по определению. Отсутствие прямого и честного диалога с народом лишает власть нравственной легитимности. Я надеюсь, что этот диалог все-таки произойдет. Спасибо! В помощи Божией! Сердечно приветствую всех, дорогие друзья! Прекрасно, что сегодня здесь люди разных поколений, разных убеждений. Молодые и зрелые, красные и белые. Вот здесь нет только бесцветных. Это бесцветные люди задумали продать курилы. Это вот эти политические сектанты, которые сейчас затаились в коридорах власти, придумали этот подлый план. Без народа, вопреки народу, продать русскую землю. Это очень похоже на продукт менталитета нашего экономического блока. Продать землю за непонятно какие выгоды сомнительные. И мы не дали этого сделать. Надеюсь, что и не дадим. Потому что испугались народа и отползли назад. Хочется надеяться, что и верховная власть при этом услышала народ и отвергла вот эти потуги бесцветных людей, отштампованных политическими сектами рыночных фундаменталистов и всех прочих. Россия слишком долго отступала. Отступала со времен Карибского кризиса. Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси, Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил, которое должно восприниматься так же, как воспринимали мы в 40-е годы наступления Гитлера. Меняются лозунги, меняются средства ведения войны с Русью, но не должно меняться наше отношение. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и других окружающих его русских земель так же, как относились наши предки в 40-е годы. Мы можем изменить эту ситуацию. Россия никогда не сможет жить при вот этом гнуснейшем капитализме западного образца. Здесь выступали представители левых сил. Я не левый, я монархист и приверженец белой России. Но я совершенно согласен с тем, что нам чужд ростовщический капитализм. Россия должна очиститься от этой навязанной чуждой модели, которая была продавлена грубой политической и даже военной силой в 1991-1993 годах. Нам не нужно ростовщичество, нам не нужны эти проклятые рецепты МВФ. Мы без них всегда сможем управиться сами со своей историей, со своим будущим и сможем побеждать, как свободный народ. Пусть всегда в нашем будущем будут не отступления, а победы. Элитное жулье. Вот кто наступает на Москву, на эти прекрасные советские районы, которые тогда воспринимались как оазисы, как места, где люди могли спокойно жить, работать и отдыхать. Вот сейчас рядом строится такое безобразие. Как и во многих местах строятся кварталы, микрорайоны, не приспособленные для жизни. Не будет счастья тем, кто здесь будет жить или работать, потому что в такой вот скучной среде, в таком муравейнике, люди не могут ни детей рожать в достаточном количестве, не чувствовать себя нормально. Потому что это неприспособленное для человеческой жизни пространство. И, конечно, очень больно видеть, как вот буквально рядом с этими домами, буквально окна в окна, строится здесь это элитное жулье. Деньги у нас в стране почему-то стали важнее людей. Интересы каких-то мало кому известных, никем не избранных элит стали важнее интересов простых людей. Вот об этом нужно сегодня говорить очень и очень прямо. Элиты должны смениться и в Москве, и в стране. Да, есть много прекрасных людей и среди чиновников, и среди иных власть имущих. Но мы видим, что делается. Мы видим, как вот это элитное жулье попирает и юность, и старость, и спокойствие, и душевный мир тех людей, которые живут здесь. Здесь, может быть, так давно, что все эти элитные жулики еще не родились. Очень хорошо, что общество самоорганизуется. Кто-то нас пугает с желтыми жилетами, какими-то революциями. Вот здесь я не вижу ни одного лица человека, который был бы врагом России, который бы действовал там в интересах каких-то западных кукловодов или разрушительных сил. Люди отстаивают то, что им дорого. И нужно, чтобы власть вот с этими людьми вела ответственный системный диалог. Не должно быть вот таких строек без того, чтобы была выслужена позицией людей. Я знаю, что страшно бороться вот с такими застройщиками. Кто-то, к сожалению, борется со строительством храмов, которые занимают очень небольшие площади, будем честны. А вот с такими людьми борются только отважные граждане и отважные организации. И объединяются вместе правые и левые люди разных возрастов, разных поколений, разных взглядов. Если будем объединяться, если не будем бояться элитного жулья, власть вынуждена будет нас услышать. Я в этом совершенно убежден. Города должны строиться по плану, а не по пожеланиям тех людей, у которых много денег, и которые ногами открывают двери в разные кабинеты. Должно быть всего достаточно уже на уровне развития новых районов. И зеленых зон, и жилья, и дворов, и детских садов, и школ, и храмов, и поликлиник. Если деньги решают все, если все решают временщики, значит неправильно все устроено в нашей стране сверху донизу. И никакого доверия не должно быть тем, кто допускает вот эту систему попрания интересов людей. Будем надеяться, что мирно, спокойно, но мы переломим эту ситуацию. И что город будет для людей, а не для денег. Вот те, кто все это здесь делают, они же часто рассчитывают на одно – быстро сорвать куш и смыться. Есть некоторые строители, которые очень грязно работали и уже разорились, и уже деньги куда-то вывели, а потом эти деньги перешли в новые строительные компании. Не должно быть такого в нашем городе. Люди – хозяева города, а не элитное жилье, не те, кто хочет побыстрее сорвать и убежать. Успехов вам! Очень важно во всей этой истории со стройкой, чтобы люди знали правду и говорили правду. Я вчера посмотрел всю историю того, что здесь происходило, и все дискуссии вокруг этой стройки. Вот тут написано, да, что якобы строится здание образовательно-просветительского назначения. Это что значит? Школа, детский сад, кружки? Где концепция этого образовательного центра? Где программа? Есть ли она? Я убежден в том, что нужно потребовать от инициаторов этого проекта представить концепцию того, что здесь они планируют, какое образование, какое просвещение. Если они честно скажут, что это магазины и рестораны – позор им. Но если они смолчат, это значит, что они тоже лжецы. Вот имеет место молчание. А молчание в этом случае – это самая настоящая ложь. Сегодня было сказано о том, что можно останавливать стройки. Я убежден, что здесь так же получится, что эта стройка будет остановлена. Но нужно идти дальше. Нужно добиваться того, чтобы в Москве были ясные нормы, касающиеся того, на каком расстоянии от жилого дома можно что бы то ни было строить. Сегодня все запутано. Запутано, убежден, намеренно. Нормы, касающиеся противопожарной безопасности, нормы, касающиеся инсоляции – все это слишком хитро, перепутанно и сделано так, что легко можно обойти. Вот давайте будем добиваться того, чтобы была общая ясная норма. 50 метров или около того от дома, чтобы нельзя было строить ничего. Мы видим, как здесь стоят дома уже достаточно близко друг к другу, а в новых микрорайонах просто уже дома ставят один к одному. Не могут люди нормально жить в этих условиях. Надо добиваться изменения всей политики в области застройки. Строят огромные дорогие дома, они стоят пустые во многих местах. Город должен быть приспособлен для жизни, он должен развиваться по плану, а не исходя из интересов тех, кто хочет быстро заработать и смыться из страны, как смылись некоторые застройщики. Будем надеяться, что Москва станет развиваться как город для людей, а не для денег. И, конечно, победим. Самое главное, чтобы все эти лжицы и их покровители знали. Никуда они не денутся от общественного внимания и от общественного позора. Помощи Божией в добрых делах, мирной, достойной жизни, без того, чтобы ее растаптывали те, кто служит только своим деньгам. Очень хорошо, что здесь рядом красный флаг и имперский флаг, люди разных поколений. Это залог надежды на успех. Спасибо.